Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Сэр Хюберт фон Херкомер. Британский художник баварского происхождения, кинорежиссер и композитор. Несмотря на то, что был очень успешным художником-портретистом, особенно мужчин, его в основном помнят за его более ранние работы, в которых использовался реалистичный подход к условиям жизни бедных. Родился 26 мая 1849 года в Валле, королевство Баварии, в семье талантливого резчика по дереву. Его семья была бедной, его мать пыталась пополнить заработок отца, давая уроки музыки. Лоренц Херкомер покинул Баварию в 1851 году вместе с женой и ребенком и переехал в Соединенные Штаты, поселившись в штате Огайо. Вскоре они вернулись в Европу и в 1957 году поселились в Саундгемпене. Вот что пишет Херкомер, вспоминая свое детство. У нас было тревожное время, когда я был мальчиком. Мы постоянно нуждались в деньгах. Я всегда был склонен к искусству и в детстве работал в основном в мастерской моего отца. Но к тому времени, когда мне исполнилось 12, я создал довольно много акварельных рисунков. В 1866 году Херкомер начал более серьезный курс обучения в школах Южного Кенсингтона. В 1869 году он впервые выставился в Королевской Академии Художеств и продал свою первую картину за две гинеи. Начал работать иллюстратором для недавно основанной газеты The Graphics. Основал художественную школу в Буши, которую он продолжал до 1904 года, привлекая много учеников. В 1885 году был назначен профессором изобразительного искусства Оксфордского университета, должность которой он занимал до 1894 года, практически 10 лет. Был первым президентом Оксфордского художественного общества, основанного в 1891 году. В 1890 году избран королевским академиком, а в 1893 году членом Королевского акварельного общества. В следующем году действительным членом. В 1899 году король Баварии Оттон присвоил Херкомеру титул Риттер фон Херкомер и звание кавалера ордена Баварской короны за заслуги. В том же году он был награжден императором в Германии премии за лучшее искусство. Херкомер выставил большое количество запоминающих портретов, рисунков и пейзажей, как маслом, так и акварелью. Добился заметных успехов в работе с эмалью в качестве гравера и иллюстративного рисовальщика. Я зачитываю данные в Википедии. Был видным членом Королевской академии художеств, Королевского общества акварелистов и Королевского общества художников-афортистов. Херкомер также был новаторским режиссером. Он основал студию в Луленде и поставил около семи исторических костюмированных драм, предназначенных для показа сопровождения его собственной музыки. В 1873 году женился на Анне Каролине Вайзе, а в 1875 в них родился сын, в следующем году дочь Эльза Анна. В 1884 году, после смерти своей первой жены, Херкомер женился на 35-летней Элизе Лулу Гриффитс. Она умерла год спустя при родах. Женился на третьей жене Мэгги. Во время одного из своих частных летних визитов в Баварию построил в Лампирх на Лехте 37-метровую башню в памяти своей умершей матери, которая сегодня принадлежит музею Херкомера. Умер в Бадли-Соттер-Тоне 31 марта 1914 года. Картины Херкомера находятся в нескольких британских коллекциях, включая художественную галерею Манчестера, городскую художественную галерею Саундгемптона, художественную галерею Лидса. Самая большая коллекция его работ хранится в музее Буши, а некоторые из них находятся в музее Херкомера в Германии. Среди его учеников в школе искусств Херкомера в Буши было много тех, кто позже стал знаменитым сам по себе, в том числе художник Сесил Джей и Берил Фауэллер. Ну вот так вкратце из Википедии о британском художнике баварского происхождения, кинорежиссере, композиторе Сери Хюбер фон Херкомер. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok